Всем привет! Приехали в комьюнити. Комьюнити находится в городе Чемпионс Гейт. Будем делать обзор на такой 8-спальный дом. Вообще здесь 12 комнат. Расскажем, почем его покупали, что там внутри, сколько он стоит сейчас, сколько здесь H-UA и так далее и тому подобное. Будет интересно. Для начала обойдем этот дом. Очень многие спрашивают, покажите, пожалуйста, побольше, как выглядит дом снаружи, его фасад. Сейчас обойдем, посмотрим на бэк-ярд. Здесь, вы видите, находятся кондиционеры. Центральное кондиционирование в этом доме. Также вот эта вот система относится к бассейну. Также здесь есть подогрев бассейна, фильтрация и так далее. Здесь такой большой скрин, закрывающий бассейн, чтобы листья и москиты не проникали внутрь. Это, конечно, очень удобно. Всем советуем. Еще надо сказать, что в этом доме хорошо, что пострижка газона здесь входит в H-UA. Так что здесь своего собственного газона, в принципе, нет. Как вы видите, дома находятся достаточно близко друг к другу. Но, с другой стороны, в этом есть плюс, что меньше нужно будет тратить своих сил на пострижку газона. Это занятие не очень легкое. Особенно, когда ты работаешь и времени совсем нет. А сейчас мы посмотрим, как этот дом выглядит внутри. Так, вот здесь вот стоит такой вот ящичек, на котором можно посидеть. А сюда складывается мусор. И отсюда мусорная компания увозит ваш мусор в мешке. Заходим. Здесь есть такой код на двери, чтобы жильцы, которые снимают на короткое время, могли набрать его и зайти в дом. Очень удобно. В основном во всех вакейшн домах такие вот ключи. Итак, заходим в дом. Что мы видим? Видим living room. Это зал. Что у нас здесь есть? Еще кухня. Кухня полностью оборудованная. Есть все. И все это включено уже в вашу аренду. В принципе, дом в своем первоначальном виде так и продавался уже с мебелью. Это удобно сдавать посуточно. Вот обеденная зона. Таким часто пользуются вакейшн дома, где сдают от одних суток до месяца и даже больше. Так, здесь восемь комнат. У меня есть соответствующий лист, где об этом все написано. Буду читать всю информацию вам. Очень интересно. Я нахожусь в одной из спален. Здесь их восемь. А вообще комнат здесь двенадцать. Аж двенадцать. Четыре тысячи сквер фит. Так, вот это вот одна ванная. Ванных здесь целых пять. Вот это одна ванна. Идем в следующую комнату. Также здесь есть игровая комната для детей. Очень большая. Посмотрите. Здесь всяко-разно для детей разного возраста. Могут смотреть телевизор, играть. Вот так. Расписано как раз, чтобы детям было интересно. Идем далее. Здесь я вам все показала. В принципе, все стандартно. Есть посудомойка. Все достаточно новое. Дом постройки 2017 года. Эйчуэй. Здесь триста двадцать семь в месяц. Что, в принципе, недорого. В Эйчуэй входит и пострижка газона, и уборка мусора, вывоз мусора. О, еще одну спальню забыла. На первом этаже. Вот, спаленка еще одна. Как вы помните, их восемь целых. Здесь я свет не смогла включить. Так, здесь кладовая. Здесь что у нас? Здесь кондиционер. Кондиционирование центральное здесь. Как и обогрев. Все идет вот отсюда. И холод, и тепло. И так по всему дому. Все, поднимаемся на второй этаж. Что здесь, наверное, тоже кладовка. Да, здесь кладовка такая хорошая под лестницей. Как вы видите, на полу, на втором этаже, в основном, здесь карпит. А на первом этаже плитка. Ну, это такой стандарт на самом деле. Так, заходим в одну из комнат. Это ванная комната, которая находится посередине между детскими. Вот одна детская комната. Тоже, видите, для маленьких детей. Здесь сразу четыре ребенка может поместиться. Напомню, что покупали дом уже с мебелью. И рассчитан он изначально был на то, чтобы его сдавали посуточно. Как вакейшн дом. Здесь есть бильярд. На втором этаже. Также еще одна спальня. Я даже, знаете, боюсь какую-нибудь спальню. Не зайти в какую-нибудь спальню, не досчитаться. Потому что здесь реально можно заблудиться. Во всех этих спальнях. Здесь очень много клозетов. То есть, мест, куда складывают различную утварь, белье. Одежду. Вот еще одна ванная комната. Идем дальше. Дальше проходим. Что мы еще не видели. Еще одна спальня. Еще одна спальня. И у каждой спальни есть выход в ванную. Как вы видите. Две раковины обычно. Вот если это проход в еще одну спальню. То есть, у каждой спальни есть свой проход в ванную комнату. Доступ. И к туалету. Соответственно. В каждой комнате есть телевизор, шкафчики. В общем-то, все нужное. Идем дальше. Что у нас еще есть? Опять же. Что? Кондиционер. Далее идем. А вот еще одна детская. Смотрите, как интересно стилизована. под Звездные войны. Так вот за окном. Я считаю, для детей это очень даже интересно. Так, здесь мы уже, по-моему, были. Вот я начинаю уже заблуждаться. Были ли мы в этой комнате с вами? Может быть, были. Может быть, нет. Тем не менее, посмотрите. Вот. Мне кажется, мы обошли все по кругу. Я надеюсь, мы это сделали. Скажите, пожалуйста. Или мы идем по второму кругу? Да, мы здесь уже были. Ну, в общем-то, я, наверное, показала вам все комнаты. И что еще хотелось бы сказать. Что такое Айчуи, некоторые спрашивают. Это по-английски Homeowners Association, что в переводе значит Ассоциация домовладельцев. В обязанности входит поддержание чистоты на улицах, вынос мусора, посадка цветов и деревьев, уход за газонами, ремонт оросительной системы, за стоянием бассейна, теннисного корта и спортзала, которые имеются на территории комьюнити, в клабхаусе, тоже следит Эйч Уэй. То есть вот эти 327 долларов в месяц, которые вы платите, они уйдут именно на это, на содержание дома, на услуги для содержания этого дома. Что еще здесь? Парковка здесь на две машины и гараж здесь на две машины. Еще здесь есть бассейн. Сейчас мы спустимся, и я вам покажу бассейн. Я не помню, была ли я в этой комнате детской? Может быть, была. Вот здесь даже подсвеченный у них есть шкаф для одежды. Двухэтажный дом. И самое главное, сейчас я вам скажу о цене. А давайте я вам скажу о цене в конце видео. Сейчас мы спустимся и посмотрим на бассейн. Я вам скажу про цену. И за какую цену сдается данный дом в аренду. И так, подходим к бассейну. Вот такая красота. Вот эта сетка, которую вы видите, это для детей. Чтобы дети не проходили в бассейн без взрослых. Не дай бог, не свалились в бассейн. Вот такой вот обеденный стол на террасе. Что у нас еще есть? Есть бассейн. Глубина, видите, 5 фит. 3 фита. Также есть спа. Бассейн, кстати, здесь с подогревом. Если включить подогрев, то он будет с подогревом. Что тоже очень хорошо в зимнее время. Домики все достаточно похожи, как вы можете видеть. Потому что строились одной строительной компанией, соответственно. И сейчас я вам расскажу о стоимости. Сейчас, если посмотреть по сайту, по недвижимости, вы можете увидеть, что примерная стоимость 603 тысячи долларов. Покупали этот дом в свое время, в семнадцатом году, за 520 тысяч. То есть выросла стоимость. Сейчас она, возможно, будет падать в связи с надвигающимся кризисом. Но, тем не менее, на данный момент такова цена 603. Возможно, она через год вернется опять к 520. А снимать данный дом можно было за четыре с половиной тысячи долларов. Люди арендуют этот дом с мебелью уже. И продан он был тоже с мебелью. Что еще можно сказать о таксах? Годовые налоги за недвижимость здесь немаленькие. Выходит 8779. 8 тысяч. Почти 9. Что, конечно же, немало. Также здесь можно жарить барбекю на газу. Очень удобно. И за сутки такой дом сдается от 300 долларов до 1000 с лишним. В зависимости от сезона. Если это, например, какой-то праздник, то, естественно, это дороже. Если это не сезон, то, естественно, дешевле. То есть очень сильно варьируется цена. Находится этот дом и эта комьюнити рядом с Диснеем. Дисней, к сожалению, сейчас закрыт. Но люди все равно, в принципе, едут сюда отдыхать из холодных штатов. Может быть, из-за коронавируса. Потому что боятся, что, например, в Нью-Йорке очень много зараженных. И они, короче, несут эту заразу сюда. Но как бы никто ничего не может с этим поделать. То есть пока у нас, по-моему, все открыто. Штаты открыты. И все, кто хочет, может въезжать и выезжать. На этой радостной ноте мы заканчиваем наш репортаж. Всем счастливо. И пока. А вот тут из первых рук поступила интересная информация о том, что Airbnb сейчас не работает и не сдает никому номера. То есть вы не можете сейчас забронировать дома. Если вы уже заранее забронировали, то, конечно, можете приехать. То есть штаты открыты. Но сейчас, в данный момент, если вы захотите что-то забронировать, то уже не получится. А до какого времени это все? Не знаю. Ну, я думаю, что как минимум до 4 мая. До 4 мая? Мне Трамп так как-то неожиданно, что до 4 мая карантин. До 4 мая карантин. А нам написали в джим, что до 8 мая. Уже давно-давно, что до 8 мая. Ну, в общем, в мае. А может быть, еще больше, да, дольше. То есть вот так не сильно радужно. Ну, в общем, так что... Все бизнесы, конечно же, страдают очень сильно. А, еще хотела сказать, что пыталась найти санитайзер на Амазоне и увидела, что все большие санитайзеры, маленькие продают. А вот большие санитайзеры продают только в госпитале. Там прямо написано, что вы не можете купить. Это только для госпиталей. Но ручные, маленькие, вот такие вот, за несколько миллилитров, вы можете приобрести. Долларов за 6 я видела вот так. Не хотелось бы все заканчивать на грустной ноте. Поэтому всем добра и позитива. Надеемся, что это скоро все кончится. Дай бог всем проводить карантин так, как мы его проводим. Пока-пока. Сейчас покажем вам Клабхаус. Вот такая красота вокруг. Большое озеро искусственное с фонтаном. Вот он, собственно говоря, сам Клабхаус. Начинается с детской площадки. Сейчас все закрыто в связи с карантином. Ни одной живой души нет. Ничего удивительного. Все такое новенькое. О, мягкий пол специально для детей. Здесь волейбольная площадка с песочком белым. Очень красивая территория Клабхауса. Несколько бассейнов на этой территории. Я вам покажу. Вот так вот из-за забора заходить нельзя. Сейчас там никого нет. Здесь такая VIP-зона есть. Здесь несколько бассейнов. Вот это детский бассейн с горками. Вот тут вот сам Клабхаус находится. Там есть тоже тренажерный зал. К сожалению, да, мы этого сейчас показать вам не можем. Погода, конечно, просто шикарная. Но, как вы видите, ни одного человека нет. Только мы с вами. Вот такой вот Волкин Дэд. Ну, представьте себе, как это все в работе. Кипушки есть водяные. Все для отдыха с детьми, с семьей. Очень красиво. Здесь есть такой вот небольшой пирс. Даже живая цапля. Давайте подойдем, посмотрим, когда она улетит. Насколько она... Все, улетела. Там вот лебеди черные. Или утки. Непонятно. А какие-то нырки. Оп. И нырнул. Очень красиво. Красиво. Тихо и спокойно. Просто красота. Это, конечно же, искусственное озеро. Но птички, рыбки здесь обитают. Купаться здесь, конечно, нельзя. Но так как есть пирс, я думаю, можно рыбачить даже. Что тут еще у нас есть? Вот я сейчас вам покажу эту Лейзи Рива. Так называемую. Сейчас она не работает. Эта река. Вот она. Вот так вот будет понятнее. Здесь на бубликах люди потихоньку-потихоньку катаются по кругу. А, по-моему, на теннисных кортах кто-то играет. Теннисные корты, кстати, не закрыты. Так как это игра 2-4 человека, то корты, в принципе, работают. Вот мужчина побежал. Очень много стало бегать людей и кататься на велосипедах. Вот у меня-то река. Кого-то я там видела. Да мне это показалось. Нет, сейчас корт закрыт. Никого нет? Ну, у нас, например, в комьюнити корт работает. В принципе, это все, что мы хотели показать и могли. К сожалению, внутрь мы пройти не можем. Но я думаю, вы и так поняли, насколько это комьюнити красивое и интересное. На этом мы прощаемся с вами. Увидимся скоро. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова